Эта машина до сих пор выполняет боевые задачи в воздухе, хотя совершила свой первый полет еще в 1952 году. В чем секрет такого долголетия? Наш рассказ об одном из самых узнаваемых самолетов мира бомбардировщике Ту-16. Опыт боевых действий в Корее показал, что тяжелая поршневая авиация изживает себя, явно уступая реактивным машинам. Американские бомбардировщики Би-29, аналогом которых был советский Ту-4, оказались беззащитны перед реактивными истребителями МиГ-15 и понесли большие потери. Стало ясно, что будущее дальней бомбардировочной авиации за самолетами с турбовинтовыми и турбореактивными двигателями. Первые работы в этом направлении были проведены уже в 1946-47 годах. Наиболее удачным получился фронтовой или, как говорили тогда, армейский бомбардировщик Ил-28 конструкторского бюро Сергея Ильюшина. Ильюшин, Сергей Владимирович, выдающийся советский авиаконструктор, генерал-полковник-инженер, трижды герой социалистического труда, академик. Самолеты, созданные Ильюшиным, штурмовики Ил-2 и Ил-10, дальним бомбардировщик Ил-4, сыграли большую роль в победе советской армии в Великой Отечественной войне. Коллективом ОКБ Ильюшина создано свыше 50 типов самолетов. Ил-28 был запущен в серийное производство сразу на трех заводах. После этого успеха Ильюшину доверили разработку дальнего стратегического бомбардировщика, скорость которого должна была достигать тысячи километров в час, дальность — шести тысяч километров. Самолет рассматривался как носитель обычных и ядерных бомб, а также самолетов-снарядов, прообразов будущих крылатых ракет. Туполев не собирался проигрывать в заочном соревновании с коллегой. В 1948 году его конструкторское бюро в инициативном порядке начало проектирование реактивного Ту-16 в противовес Ильюшинскому бомбардировщику. Это соревнование не прекращалось с самого начала работы КБ Ильюшина. И первые самолеты Ильюшина, и его Ил-4, это тоже были самолеты, которые конкурировали с самолетами Туполева. И у него были проекты четырехмоторного самолета, который мог конкурировать с Ту-16 с двигателями, подвешенными под крылом. Но по своим характеристикам в этой конкуренции самолет Ту-16 оказался лучше, более эффективным и с лучшими летными характеристиками. Поэтому и стали производить самолет Ту-16, а не Ильюшинский вариант. Теоретические исследования по формированию облика тяжелых бомбардировщиков, оснащенных турбореактивными двигателями, велись к конструкторским бюро Туполева совместно с учеными Центрального Аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского. Изучались характеристики тяжелых реактивных самолетов со стреловидным крылом. Рассматривались аэродинамические свойства машины, различные варианты компонолог. Крыло для этого самолета это было 35-градусное крыло стреловидное. Потом нашли тип двигателя. Двигатель должен был, ну, из тех, которые тогда были, разрабатывались только у конструктора Микулина. мощные, двигатели необходимой мощности по 8 тысяч килограмм тяги у земли. Бомбовый отсек самолета был размещен близко к центру масс. Это обеспечивало незначительные изменения центровки после сброса бомб и пуска ракет. В варианте носителя атомного оружия бомбовый отсек снабжался системой электроподогрева. Экипаж из шести человек размещался в двух герметических кабинах. Для каждого члена экипажа было предусмотрено катапультирующееся кресло. Бомбардировщик имел мощный комплекс пушечного вооружения из четырех установок. Это обеспечивало эффективную оборону, значительно превосходящую однотипные самолеты того времени. Ту-16 должен был стать первым массовым носителем атомного оружия. Поэтому требовалось решить задачи защиты экипажа и самой машины от поражающих факторов ядерных взрывов. Многое приходилось делать впервые, буквально на ощупь. Участники атомных испытаний рассказывали, что после воздействия ядерного взрыва нижняя обшивка самолета протыкалась пальцем, словно тонкий картон. В результате были внедрены принципиально новые элементы защиты. Например, фюзеляж покрывался термостойкой краской. Первый опытный образец Ту-16 поднялся в воздух 27 апреля 1952 года. Скорость машины превысила расчетную и достигла 1050 км в час. Но до успеха было еще далеко. Несмотря на отдельные хорошие показатели, первый опытный бомбардировщик госиспытания не прошел. Машина оказалась слишком тяжелой и требуемой дальности полета не достигла. Самолет решили облегчить и представить комиссии второй вариант. На доводку ушло еще полгода. Весной 1953-го второй опытный образец был передан на заводские испытания. Масса снизилась не на сотни килограммов, а более чем на 5 тонн. Это поставило точку в борьбе с конкурентами из КБ Ильюшина. Специальным правительственным постановлением на вооружение был принят Ту-16. И вот это один из удивительных примеров, когда удалось, переходя от опытной конструкции к серийной, за счет ряда принятых мер, облегчить конструкцию самолета почти на 5 тонн. Ну, известно, что самолет Ту-16 прослужил очень долго, несколько десятков лет. Так, имел очень много модификаций самых различных назначений. Справка Ту-16 реактивный бомбардировщик ракетоносец. Название по классификации НАТО Бэджер Барсук. Длина 34,8 метра. Размах крыльев 33 метра. Максимальная взлетная масса 79 тонн. Силовая установка два турбореактивных двигателя Микулина РД-3М. Максимальная скорость 1050 км в час. Практический потолок 12800 метров. Практическая дальность 6000 километров. Вооружение 7 авиационных пушек калибра 23 мм. Бомбы общим весом до 9 тонн. Ядерные боеприпасы, ракетное оружие. Одна ракета в бомболюке и две на внешней подвеске под плоскостями. Ракетные боеголовки обычного типа и ядерные. Экипаж 6 человек. Ту-16 имел очень характерный внешний вид, сделавший его одним из самых красивых и узнаваемых самолетов мира. Утопленный фюзеляж гондол и двигателей, большую стреловидность крыла и хвостового оперения. За 10 лет было построено более полутора тысяч этих самолетов. Они принимали участие почти во всех испытаниях ядерного и термоядерного оружия. Например, в 1962 году на Новой Земле прошли учения частей бомбардировочной авиации, вооруженных Ту-16 с реальным использованием водородных бомб. Для увеличения дальности полета бомбардировщики могли заправляться топливом в полете. Технология дозаправки крыло в крыло отличалась от принятой на Западе и была отработана в процессе эксплуатации Ту-4. Со временем Ту-16 претерпел множество модификаций, поддерживавших машину на уровне самых высоких требований. Появились разведчики, торпедоносцы, носители ракетного оружия. Вооружение советской бомбардировочной авиации таким мощным ударным средством стало серьезным сдерживающим фактором в мировом противостоянии. По компоновке и летно-техническим характеристикам Ту-16 оказался очень удачным. Многие элементы его конструкции стали классическими для тяжелых реактивных бомбардировщиков. По мнению самого генерального конструктора Ту-16 относились к категории счастливых машин. Отличались большой надежностью, неприхотливостью, легкостью освоения и простотой пилотирования. В войсках их любили, им доверяли. Справка с 1958 года Ту-16 стали поставлять в дружественный Китай. Одновременно с помощью советских специалистов в этой стране велись работы по налаживанию серийного производства бомбардировщика, получившего наименование Хун-6. С одного из таких самолетов 27 октября 1967 года был произведен сброс и подрыв первого китайского термоядерного устройства мощностью до 3 мегатонн. Бомбардировщик Хун-6 находится на вооружении ВВС КНР до сих пор. Единственным примером широкомасштабного боевого применения Ту-16 является война в Афганистане. В апреле 1984 года при проведении операции советских войск в Паншерском ущелье было задействовано 24 таких бомбардировщика. Подавив наземные средства ПВО они нанесли массированный ракетно-бомбовый удар. Вооруженные полуторатонными бомбами повышенной мощности Ту-16 применялись для уничтожения долговременных оборонительных позиций и укрепленных баз противника в горах. Подобная тактика использовалась американскими войсками в Афганистане через 20 лет при проведении операции в горах Тора-Бора. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok